Продолжаем выпуск. 31 мая, день памяти жертв политических репрессий. Накануне этой даты съемочная команда МТРК встретилась с теми, чьих родных когда-то считали врагами народом, а также попыталась узнать больше о тех страшных 30-х прошлого столетия. Удалось ли это Жан-Сулу Тастимировой, узнаете прямо сейчас. Политические репрессии – одна из самых печальных страниц истории Советского Союза. Карлак, ГУЛАГ, Алжир. На территории Казахстана находились крупнейшие лагеря тоталитарной системы. В 30-е и 40-е годы в заключение попали больше 118 тысяч казахстанцев. Их тогда признали врагами народа. Среди них немало наших земляков. Сегодня уголовные дела в отношении репрессированных находятся в специальном государственном архиве областного департамента внутренних дел. Это читальный зал. Здесь родственники жертв тоталитаризма могут ознакомиться с некоторыми материалами, но только не процессуального характера. Все остальное находится за семью печатями, вот за этой дверью. Вход сюда строго запрещен. В Казахстане дела репрессированных до сих пор хранятся под грифом «секретно». Тогда как в некоторых странах бывшего Союза доступ к материалам НКВД могут получить все желающие. В архиве ДВД хранят тайну судеб 5364 североказахстанцев. Все они оправданы. Есть уголовные дела на 416 человек, которых не реабилитировали. Их вина доказана. В основном это изменники Родины. К государственным секретам относятся также материалы бывших военнопленных и репатриантов. Ни ученым, ни журналистам доступа к ним нет. Огромный интерес у родственников репрессированных вызывает данная категория дел. По заявлениям специальным государственным архивам оказывается государственная услуга по выдаче архивной справки, а также родственники репрессированных при подтверждении степени родства, то есть предоставлении документов, предоставляющих степень родства, могут ознакомиться с материалами уголовного дела. Был в архиве ДВД и был от Сагандыков. Там дело его отца Магаза. Много лет он пытается докопаться до правды. Отца обвинили в шпионаже в пользу Японии. Но вину доказать не смогли. Но нашли другую причину, чтобы упрятать Магаза Сагандыкова за решетку. Его вообще предупреждали. За тобой приедут. Но он запрёк лошадь, хотел за границу. Не успел на Черной Вороне. Приехали вечером, погрузили и увезли. Но он на самом деле сын Мулы. Сагандык мой дед был Мулой крупной. Ну и вот сын Мулы. Его вина. Отец Булата Сагандыкова был председателем и основателем колхоза Бостандык, ныне Мамлюцкого района. Мать осталась одна с семью детьми. Вместе с ними Камаш-Баймаш-КЗ пронесла и тяжелое клеймо жены врага народа. В ожидании главы семьи прошли долгие 10 лет. Столько грозило Магазу Сагандыкову. Но он так и не вернулся домой. В 1955 году поехал поступать в Омский сельхозинститут. И в Омске я написал письмо Ворошилову, бывшему председателю президиума Верховного Совета Союза СССР. С просьбой сообщите мне, если он живой и где. Если он умер, где похоронен. И меня пригласили в комитет КГБ Омска. И сообщили мне, что Ваш отец Сагандыков Магаз в 43-м году в местах заключения 10 сентября умер от туберкулеза. Но это была ложь. Такие письма приходили всем, чьих родных приговорили к высшей мере наказания. 27 ноября 1937 года Магаза Сагандыкова расстреляли. Как и остальных полторы тысячи североказахстанцев. Сегодня имена наших земляков, жертв тоталитаризма, высечены на этой стене. Их порядка 7 тысяч. Именно на этом месте североказахстанцам вынесли приговор. Здесь находилось здание НКВД. Казахи, русские, поляки, немцы. Система не пощадила никого. Со времен сталинских репрессий прошло больше 80 лет. Но многие факты и детали до сих пор остаются для нас тайной. Жан-Сулут Астемирова, Желузбек Ермуканов, Казбек Арыкваев. Новости МТРК. Новости МТРК. Продолжение следует...